Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня день российской печати. Журналистов, сотрудников печатных изданий Карачаево-Черкесии поздравляет глава республики Рашид Темрезов. Сегодня, несмотря на практически безграничный доступ населения к информации, журналистика не утратила свои силы в обществе. Как и прежде, печатное слово пользуется доверием людей. Со страниц газет, журналов, которые выходят в регионе на пяти языках, читатели из разных уголков республики узнают, чем живет Карачаево-Черкесия, о традициях и культуре народов республики. Благодарю вас за объективный взгляд на события, ответственный подход к делу. За вклад в благополучие нашей прекрасной Карачаево-Черкесии. Сегодня в Доме печати Министерством по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии региональным отделением Союза журналистов России и представителями различных ведомств прошло награждение журналистов периодической печати республики и представителей других СМИ. На награждение побывал и Алихан Лепшоков. Вы те, кто вот уже много лет освещаете общественную жизнь нашей республики. Выражаем свою благодарность за ваше мастерство владением словом и за объективность, отметил министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии Альберт Кумуков. Он наградил работников периодических изданий региона почетными грамотами от правительства и министерства. Позвольте поблагодарить вас за ваш труд, который вы делаете изо дня в день во благо укреплений межнациональных отношений на территории Карачаево-Черкесской республики, во благо укреплений межконфессиональных отношений. Вы ведете летопись нашей истории и особенно отрадно в год, столетие приветствовать вас и поздравлять в этом зале. Также поздравил работников редакции газет начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Андрей Пахоменко. Он отметил работу журналистов грамотами и сладкими подарками. Заместитель регионального отделения Союза журналистов России, начальник службы радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесии Умар Тикеев, также отметил грамотами от организации работу не только представителей печатных СМИ, но и сотрудников нашей телерадиокомпании. Это такое событие, которое действительно вдохновляет. И тут сидят не случайные люди, а люди, которые, я уверен, пришли сюда по зову сердца и признание людей вашей профессии. Оно очень высоко. Главное, чтобы ваша работа приносила вам удовольствие, чтобы всегда была радость, чтобы вы приходили сюда, в свой второй дом, и всегда у вас была на лице улыбка, у вас были интересные гости, и вы чувствовали, что вы работаете и вы на своем месте. Главный редактор газеты «День республики» Евгений Кратов отметил, что сегодня, отмечая 100-летие Карачаева-Черкесии, мы отмечаем и юбилей республиканской периодической печати, которая уже столько лет освещает жизнь региона. Совсем недавно был изменен дизайн республиканской газеты. Помимо того, что это теплое мероприятие и респект, что называется, Министерству по делам национальности, который организовал это мероприятие, но еще важно, что в эти дни мы начали отмечать столетие нашей республики. Сто лет назад образовалась Карачаево-Черкесская автономная область. И, кстати, сто лет назад появилась первая именно областная газета «Горская беднота». Также поздравили виновников торжества и вручили почетные громады представителей Росгидро и Россети. Али Ханепшоков, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Награждение журналистов республиканских СМИ прошло сегодня и в региональном исполкоме Общественного народного фронта в Карачаево-Черкесии. Работников прессы, теле и радиовещания поздравила глава исполкома ОНФ в Карачаево-Черкесии Людмила Капушева. Она выразила благодарность за содействие в освещении значимых социальных вопросов и актуальных проблем. Самым достойным были вручены благодарственные письма Общественного народного фронта и ценные подарки. Заслуженные награды получили журналисты нашей телекомпании Светлана Шаганова и Альбина Ламкова, газеты «Абазашта» и «Черкеск» вчера, сегодня, завтра, радио, КЧР и другие. Принято поздравлять всех журналистов, наверное, и зрителей, и читателей ваших тоже надо поздравлять с этим днём. Но сегодня мы чествуем вас, тех людей, которые вот уже не первый год с нами честно работают, не боятся поднимать острые вопросы, которые освещает, поднимает Общероссийский народный фронт. Глубокую благодарность в связи с этим вам и в вашем лице, вашим коллективам, не только от моего лица, но и от лица руководителя исполкома Михаила Михайловича Кузнецова. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаевой Черкесии облачно с прояснениями, в горах местами небольшой снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 8-13, в горах до 19 градусов мороза, а днём минус 2-3, и местами до минус 9, на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 10-12, днём 2 градуса выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Девчонки, шубы из норки в рассрочку без первого взноса и переплат от снежки приехали в Черкесск только с 11 по 16 января. Центр развития предпринимательства. Желаем всем войти в Новый год в новой шубе. И по секрету, меховой жилет в подарок. Продолжаем выпуск. Сегодня в Карачево-Черкесии выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 32 989 человек. Из них 29 351 выздоровел, 379 человек госпитализированы. Открытие фото-выставки ЛИК родной республики, а также массовый спуск по одной из трасс. Так, столетний юбилей Карачева-Черкесии под управлением Минэкономразвития отметил туристический курорт Архыс. На праздники любителей снежных видов спорта побывал Карача Биджеев. Карачаево-Черкесии исполнило 100 лет. Один из спокойных и динамично развивающихся регионов Северного Кавказа. Засниженные горы и свежий воздух, гостеприимные люди и вкусная кухня. Так ее охарактеризовывают туристы, которые хоть раз побывали в гостях. И вот в поселке Романтик прошло особое мероприятие, в котором участвовали те самые гости. Хочу поздравить жителей республики. У нас республика действительно богатая, колоритная республика. Значит, у нас очень много объектов туризма. Действительно, территория у нас красивая. Министерством туризма Карачаево-Черкесии были подведены итоги фотоконкурса «Лиг родной республики», посвященного 100-летнему юбилею. В список лауреантов вошли 10 авторов, отобразивших в своих фотоработах природные пейзажи и живописные ландшафты республики. Естественный мир, дикой природы и исторические места, и архитектуру, а также фотоматериалы, иллюстрирующие особенности культуры и традиции народов Карачаево-Черкесии, культурно-исторические ценности, интересные события. Мы любим этот курорт, такие красивые картины. Мы даже на секунду зависли здесь, потому что идешь на трассу, тут такая красота вокруг. Можно увидеть другие локации, очень красиво, классно, что они здесь висят. Спасибо художникам, фотографам. А также фишка мероприятия. Массовый заезд, посвященный вековому юбилею региона. С верхней станции канатной дороги «Млечный путь» по трассе «Персейды». Участие приняли около ста любителей активных зимних видов отдыха, приехавших в Архиз из разных уголков страны. Были обязательные правила для участников. Возраст старше 18 лет, наличие шлема и страховки на день заезда. Время в ожидании старта скрасила музыка и дружеская беседа участников. Решила поучаствовать, и случайно как-то получилось, оказалось в призах. Очень красивое место, красивая кухня, очень добрые люди, атмосфера здесь просто невероятная. Каждый раз приезжаешь и уезжать не хочется. Будем кататься всю неделю, каждый день и весь сезон точно так же. Я подарю младшему сыну, и он проведет здесь сборы, покатается науне. Заезд внес сугубо развлекательный характер и стартовал под праздничный диджей-сет. В нем соблюдались все правила, а также были определены победители. Четверым быстрейшим участникам состязаний в торжественной обстановке вручили призы. По семидневному скипасу на каждого. Участники праздничного заезда из Архиза передали эстафету лыжникам, сноубордистам из Донбая. Тарча Биджиев, Роберт Джугутанов. Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесии составился закрытый показ первого художественного фильма на абазинском языке «Три брата». Фильм снимался по мотивам народной сказки. В фильме снимались как профессиональные актеры, так и люди, не имеющие отношения к кинематографу. Съемки и монтаж, включая спецэффекты, заняли более пяти лет. Подробнее Альбина Курачинова-Кенжева. Закрытый показ фильма состоялся в кинотеатре. Создатели картины поделились, как трудились, как воодушевлялись и с какими трудностями столкнулись. Финансирование у нас было только покрывало наши расходы в плане производства фильма. Все остальное, и я, и продюсер, и актеры, и массовка, они все, огромное им за это спасибо, они все работали бесплатно, они работали за идею, и они работали от души. А что вас воодушевляло на работу, несмотря на все трудности? Ну, естественно, это сами съемки фильма, потому что снимать фильмы, это я к этому долго шел. Я давно уже занимаюсь видеопроизводством, и в какой-то момент я понял, что я очень сильно хочу снимать фильмы. Для того, чтобы оно несло добро, для того, чтобы оно несло частичку нашей культуры, наших обычаев, как раньше наши предки жили, и что сегодня можно так же жить, что сегодня можно так же общаться. Это очень большой пример будет для молодых людей, которые не знают или хотят узнать о своей культуре, о отношениях между младшим, старшим, между какими-то другими людьми и так далее. Основные роли исполнили 16 актеров. В эпизодах было задействовано 39 актеров. Это люди разных профессий и национальностей. Участие в съемках оказали и добровольцы, предоставляя необходимый реквизит территорию помещения. Для съемок были выбраны живописнейшие места Карачаева-Черкезии, Ставропольского и Краснодарского краев. Я когда увидел зеленый спортзал, обклеенный зеленой тканью, хромаки для виртуальной реальности, для компьютерной графики, я своим глазам не поверил, чтобы в Карачаево-Черкезии умели делать компьютерную графику в масштабах, как в голливудских студиях. Я просто не верил, думал, этого не может быть. Я потом день ходил, два ходил. И я понял, что если есть такие люди, как стоящие сейчас перед нами, то мы можем замахнуться на что-то, что не все в России вообще могут сделать. И тогда, клянусь, в этот момент я поверил в то, что нам надо брать высоту. За основу сюжета была взята сказка, как три брата обманули князя. Зрителям предложили путешествие в страну добра и зла, чести, лжи, дружбы и любви. Автор сценария Аслан Апсов наполнил фильм кавказским духом, дав возможность почувствовать, чем и как жили абазины в давние времена. То, что я испытал, это очень круто. И еще раз мне хотелось попросить поаплодировать за это, потому что в этот момент даже нас внизу пробило. Зрители остались в восторге от просмотра картины. Фильм мне понравился, было очень интересно. Сказку я не читала, но сам сюжет очень впечатлил. В данный момент организаторы обдумывают возможность показа фильма массовому зрителю. Альбина Курочинова, Кенжи Ванжела Джебекова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня многие жители России будут отмечать Старый Новый год. По традиции этой ночи нужно собираться всей семьей и загадать желания. Для большинства людей это прекрасный повод отметить любимый праздник во второй раз. Очень теплый семейный праздник, конечно, отмечаемся. Вся семья собирается в этот день, если даже кто-то далеко пытается в этот день приехать домой. Наши мамы варят кутью по традициям на Старый Новый год. Также ходим в гости. В Старый, также в кругу семьи. Мы обычно к родственникам ходим или к нам приходят родственники? Ну да, по гостям ходим, да. Собираемся за столом. И говорим друг другу пожелания. Вкусно и вспоминаем Старый год. Ну в общем круто проходит Старый Новый год. Мы варим кутью, да. У нас есть такая традиция в семье. Мы собираемся с семьей, ходим к знакомым. Это семейная традиция тоже. Мы стараемся всегда быть дома, с семьей, с детьми, с внуками, с правнуками. Это наш великий, величайший праздник. Это все вести на сегодня. Поздравляю вас со Старым Новым годом. Желаю здоровья и благополучия. Прямо сейчас смотрите сериал «Склифосовский». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»